Факультет философии и психологии отмечает свой 20-летний юбилей. Можно с уверенностью сказать, что факультет состоялся как необходимое звено в ИГУ и всей региональной системы образования в целом. На факультете работают настоящие профессионалы, которые, используя передовые формы обучения, готовят специалистов высокого уровня. Перед факультетом философии и психологии стоят задачи, которые предстоит решить в ближайшей отдаленной перспективе. Это расширение научной и учебной базы, ее модернизация с учетом требований современного образовательного пространства. Стратегической задачей факультета остается сохранение и развитие ее кадрового потенциала, повышение качества подготовки специалистов. Кафедра истории и философии – одна из самых старых и в то же время младых кафедр. Это очень динамичная кафедра, поскольку коллектив сотрудников кафедры более чем на 50% состоит из наших выпускников, выпускников факультета философии и психологии. Философия позволяет взглянуть по-новому даже на самые простые вещи. Здесь не получится просто зазубрить предмет, его необходимо понимать. Кафедра антологии, теории и познания имеет в своем составе пять докторов философии. На базе кафедры антологии, теории и познания создан ученый совет по защите кандидатских и докторских по этой же специальности, по антологии, теории и познания. Производство философов – это процесс индивидуальный, штучный и творческий. И в этом процессе самую главную роль играет такая нематериальная субстанция, как атмосфера, которая царит на факультете. И все эти 20 лет на нашем факультете царит именно такая атмосфера. Атмосфера свободной мысли, дискуссии, интереса и радости от тех интеллектуальных открытий, которым делаем мы вместе – студенты и преподаватели. Психология – это единственная наука, в которой человек, наделенный психикой, по сути, изучает сам себя. Или, говоря строгим научным языком, в которой объект и субъект познания слиты воедино. И в этом уникальность нашей науки. Мы думаем о том, как мы думаем. Мы ищем наши границы, выходим за их пределы. И это в определенной степени делает нас свободными. Что может быть интереснее? С какого-то момента у нас начинаются занятия по практической психологии. И я действительно считаю, что этот момент переломный во всем обучении. Потому что именно в этот момент все знания, которые мы приобретали до этого, обретают смысл. И более того, они становятся применимы к самому себе. Цивилизация – это власть над миром. А культура – это любовь к миру. Без культуры все – ничто. И в наш прагматичный век культурология актуальна, как никогда. Мы не только ходим на пары, мы посещаем всевозможные театры, музеи. И каждое занятие, оно не похоже на предыдущее. В системе образования, как в капле воды, отражаются все проблемы общества. И сейчас поиск наиболее эффективных путей и методов обучения и воспитания молодежи есть подготовка, плацдарма для решения важнейших проблем в дальнейшем развитии общества. В детстве так хочется стать взрослыми. И лишь повзрослев, мы понимаем, что детство – это самая важная часть нашей жизни. Шаг за шагом мы помогаем детям понять этот мир. И это очень большая ответственность. Я рада, что учусь именно здесь.